Я хотел следующее сказать. Вот сам я лично занимаюсь давно организацией борьбы против режима султана Назарбаева. Когда у значительной части населения ожидание, что кто-то придет вместо него, все сделает, конечно же, вы понимаете, делать изменения какие-то, добиваться смены режима чрезвычайно сложно. Потому что все хотят, чтобы прилетел Бэтмен и один сам все сделал. В этих условиях добиться смены режима сложно. И поэтому, что сделал Тимур Кулебаев, тот же самый Такаев, Назарбаев? Они помогают нам, тем, кто сейчас реально попал в настрое этой борьбы, борется и добивается смены режима. Каким образом? Дело в том, что сейчас очень многие люди потеряют работу, у них будет пустой холодильник. И они, безусловно, присоединятся к нашей борьбе и будут понимать, если они не будут двигаться, Если они не будут сейчас объединяться и оказывать мощнейшее давление на режим, не добиваться смены этого воровского режима, то они просто помрут с голоду. Наконец, сейчас наступает ситуация, когда миллионы людей осознают, что так больше жить нельзя. Нельзя ждать, что кто-то один прилетит и за вас все сделает. Это общая борьба. Все эти изменения нужны не одному человеку, эти изменения нужны миллионам. И эти изменения наступят только тогда, когда миллионы выйдут на улицу и миллионы скажут этой политической верхушке, хватит, хватит воровать, хватит нас дурить, хватит из нас делать рабов. Только тогда в этом случае будут перемены, потому что, когда вы осознаете, что так жить не то, что нельзя, уже невозможно и уже не получается, только тогда вы будете участниками нашей политической борьбы. Поэтому я сегодня хочу поблагодарить Тимура Кулебаева, Карима Масимова, главу спецслужб, поблагодарить Даригу Назарбаеву, председателя Сената и самого Нурсултана Назарбаева вместе с его мебелью Хасмжемартом Духаевым, что вы делаете сейчас очень важное дело. Вы как бы просвещаете народ и показываете, что вы негодяи, что вы представляете мафиозный режим, что вы не просто преступники, вы тупые преступники, тупые. И такие люди не могут руководить нашей страной, потому что вы, по сути дела, обрекаете народ на голод. Вы видите, что своими действиями, когда мне говорят, что сейчас произойдет, будет голод и так далее, вы видите, что эти люди, они просто себе готовят не просто какой-то запасной аэродром, не просто собираются, когда эта волна хлынет на Казахстан, она уже сейчас пришла, не просто плыть на шлюпке маленькой, они себе готовят огромные яхты. У них яхты есть и в других странах мира. Но они думают, что из Казахстана уплывут, они на яхте, упакованы золотом и другими богатствами страны. И это происходит почему? Потому что мы пока молчим, мы пока не поднимаем свой голос. Мы свой голос держим на кухне или где-то пишем какое-то сообщение и в виде упрека мне, например. Что же ты уже несколько лет говоришь и не можешь сменить режим? Режим не сменится до тех пор, пока вы вместе с нами не включитесь в политическую борьбу.